Привет! С вами Константин Гражданкин. И сегодня я отвечу на вопрос Марине Ивановой. Ну и не только она задала, еще ряд человек такой же вопрос задали. О моих планах вообще, вопрос звучит следующим образом. Какие твои планы на, как говорится, оставшуюся жизнь? Что ты хочешь еще выяснить в этом мире? Какие вообще у тебя задачи стоят, цели? Есть ли для тебя неотвеченные вопросы и так далее? Обычно я не люблю распространяться про свои дела, но и не делаю из этого особого секрета. Потому что если что-то не получится, это будет скорректировано. Жизнь для меня не точно прописанный сценарий, хотя планы я строю и, скажем, двигаюсь осознанно к определенным целям. Так же меня, как и всех людей, мучают вопросы. Если бы меня не мучили вопросы, или я бы решил все свои вопросы на этой планете, меня бы здесь не было уже. Каким-либо способом я бы уже отсюда свалил. Но так как у меня еще остается и останется всегда ряд вопросов, потому что я научился работать со Вселенной. Каждый день, каждый божий день, мне приходят какие-то озарения, неозарения. Я подключаюсь... Единственное, что я считаю, хорошо, я в свое время научился сделать, это подключаться к окружающему пространству и черпать оттуда любую информацию, которая у меня появляется. Это может делать абсолютно каждый человек. И более того, мир с нами общается, но люди его не хотят упорно слышать. И похож на монолог человека, который зажимает себе уши руками. Притом, как и мир с ним общается. Все, чему надо научиться, это четко слышать себя, слышать ответы на свои вопросы. И тогда с вами будет разговаривать от каждой травинки до космических объектов. Понимаете? Все. То есть все суть одно, поэтому тут никакого секрета нет. Кто-то называет это подключение к банку данных Земли, кто-то к энгероприимационному пространству, кто-то называет пространство вариантов. На самом деле вы есть частичка одного огромного, не знаю чего этого бесконечного, разумной бесконечности. И вы можете становиться ее частичкой в полном смысле этого слова, состраиваясь и мысленность с этой системой огромной. Вот. Это что касательно того, что есть ли у меня вопросы или нет. Поэтому для каждого, ну скажем, уровня, не уровня, для каждого урока вибрации существуют свои уроки, которые будут, есть и были всегда. Если я начну сейчас говорить обо всех своих уроках, то свыше 70% людей меня не поймут. А те, кто поймет, скажем, либо они уже сами к этому доходят, либо моя помощь им не нужна будет. Потому что, вы знаете, вот представьте такую ситуацию, если какие-то, допустим, вы пришли в школу, изучать математику, сели в первый класс, а к вам выходит профессор из университета и начинает читать лекции. Или там, допустим, студент приходит из университета и начинает читать лекции. А потом приходит еще и профессор и опять начинает читать. И тогда уже студент сидит. А тот, кто читал, с первого класса вообще ничего не понимает. Поэтому я не хочу показаться каким-то сверхумным, но у каждого человека есть свои задачи, которые он, в принципе, может решить сам. Каким образом я уже это вам сказал, подключаясь и задавая вопросы. Все-таки для меня остается фраза, по жизни актуальная, я ее сам себе всегда напоминаю. Если ты не получил нужного ответа, значит, ты не задал нужного вопроса. Вот это самая главная формула, которую я для себя вывел в свое время. И всем рекомендую посидеть с собой, поговорить вслух, и вам будет счастье. Теперь, что касается физиологических планов на эту жизнь. Я собираюсь переезжать сначала в деревню на ближайшие лет 15-20, не знаю, может быть и 30. И собираюсь, не знаю, как глубоко я забреду в деревню, но пока у меня есть дети, семья, и маленькие дети, я имею в виду. И их нужно воспитать. Мне нужно будет дать им базу. Я нашел это в одном нашем колхозе имени Фрунзе. Там у нас инфраструктура развита вся. Там есть школа, музыкальная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, больницы, детский сад. Есть все, но при этом это село. С населением, я не помню, там в районе 10 тысяч человек, что ли. Ну, маленькая вообще селушка. Но при этом вся инфраструктура есть очень продвинутое, замечательное место. И я себе там арендовал участок, который я выкуплю, когда построю дом. И буду там жить. Со временем, возможно, я еще не факт не подтвержденный, буду мутить что-то типа эко-поселения. Не знаю где. Почему это так считаю? Потому что много хороших людей должно объединяться в каком-то общении, месте. И вообще должны держаться вместе. Это мое глубокое убеждение. Поэтому возможен один из вариантов, что когда я настрою быт и, скажем так, порезвлюсь и сделаю все, что я хотел в деревне своими руками, я создам какой-то вариант, или будут это параллельные дела, не знаю, вариант эко-поселения с трудотерапией. И, скажем, будем смотреть, хотят ли люди перевоспитываться, помогать, ну или что делать. Семья мы все равно все большая, должны друг друга поддерживать. Также я хочу организовать что-то небольшого кинологического центра, где будут, опять же, все зависит от того, где мне достанется земля, смогу ли я выкупить, выкупить. Вот, или взять грант на это дело, чтобы организовать кинологический клуб с бесплатным обучением для детей. И вообще сам по себе клуб для обучения не только детей, но и взрослых. Но детей обязательно бесплатно, потому что, типа, как секции сделать при селе, не знаю, как это получится. Вот. И организовывать постоянные, может быть, лекции, занятия показательные для того, чтобы в мир нести, бесплатные, соответственно, в мир нести, скажем, допустим, раз в неделю устраивать, типа, что-то там, ну, представление-непредставление, или там раз в месяц. Ну, что-то день открытых дверей, где бесплатно буду рассказывать, вот, там, кинологии, что-то представляют из себя собаки и так далее, и тому подобное. Соответственно, занятия для взрослых будут платные, но по большей части я буду идти навстречу тем детям особенно, которые хотят в себе развить способности не только в дрессировке, но и вообще. То есть я буду, это как бы такая комплексная школа, да. Не знаю, как это получится, спонсоров у меня пока на данный момент нет. Есть единомышленники, но их мало, и, ну, лиха беда начала. Я тоже в свое время не знал, с чего вообще жизнь начинать, и куда идти, куда, как говорится, бежать. Было множество проблем в жизни и вообще. Но, тем не менее, теперь я более-менее распоряжаюсь своим вниманием, своими действиями и вообще своей жизнью. Поэтому в физиологическом плане также. Ну, соответственно, дети свои Аню подсадить на Шопина обязательно, чтобы она вместе со мной или не Шопина там закалялась. Я даже еще раз смеялся, говорю, перед калиткой, в которую у меня будут заходить гости, там, дверка, да. Буду на, значит, на стойках устанавливаю бадью литров на 40-50, которая будет постоянно наполняться холодной водой. И все, кто приходит в гости, должны пройти через это испытание. Ну, по себе убедился в свете последних гриппозных событий, что закалка одного меня не скосила. Закалка – это, конечно, великая вещь. Вот. Но я уже молчу о голоде и других чистящих процедурах. Но, тем не менее. Поэтому у меня желание и задача поставить еще всю свою семью на закалку, на правильный, ну, неправильный, скажем так, более здоровый вид жизни. Не знаю, как, кто будет следовать, будут слушать мои дети, может, свобода воли и выбора. Но своим примером, как говорится, будем потихоньку развивать. Также хочу продолжать, я продолжаю практику бега и восстановить свою способность бегать по нескольку десятков километров, не напрягаясь. Это не так уж сложно на самом деле сделать. Это вопрос, там, 5-7 лет. То же самое я отношусь со здоровым питанием. Это вопрос 5-10 лет. А может, и 50, не знаю. А вот. Может, по полю брегу попробую голодание. Может, еще как-то. Ну, то есть, там задач на самом деле много, и они бесконечные. Но одно я точно для себя понял, что город, в городе ловить, ну, не то, что нечего. Здесь хорошие уроки, здесь можно, но, как вам сказать, основная база должна быть поближе к природе, поближе к действиям, поменьше тепла, вот этого побольше. Например, вот, допустим, я бегаю, да, в Сосновке обязательно. Я пробовал бегать на стадионах, я пробовал бегать в парках городских, да, ребята. Вот у нас Сосновка, там дорожку посыпали просто грунт, ну, так, щебенкой мелкой этой, отсевом или чем-то там. Вот, не очень во влажную погоду, ну, в смысле, в очень мокрую бегать, но вообще бегать там очень, и большая частью песочная местность, то есть, возможно. Я вам так скажу, бегать в лесу и бегать, вот, хотя бы на стадионе, да, это две разные вещи. Заниматься, там, прессом или еще чем-то в людном помещении, заниматься там, где никого нет, это совсем по-другому. Энергетика, когда у человека и так нестабильная, ему тяжело заниматься. Если тебе энергетика более-менее, он сможет, но все равно, когда человек хочет только себя вытащить из какого-то задницы, ему нужно, на самом деле, спокойствие и, как сказать, больной, больной нуждается в уходе врача. Чем дальше уйдет врач, тем лучше. На самом деле, раненая душа, она требует внимания, терпения, любви и лиления ее, поэтому тоже нужно, конечно, правильно уметь, но если у вас изранена душа, вы ни в каком клубе, ни с какими синками и сигаретами не заглушите эту боль, а она только засядет глубже, как анестезия. Вы не вылечите руку, а просто вколете в нее обезболивающее. И когда действие обезболивающее пройдет, вам будет еще больнее. Вам надо это залечить. И вот деревья, леса, природа, водопады и так далее, недаром она у нас вызывает восхищение, потому что именно это способно нас лечить. И кто-то смотрит на тех людей, которые любят походы, вылазки на несколько месяцев, они смотрят на сумасшедших. Типа, зачем вам лезть куда-то в леса, если можно в городе уехать, чищночок пожарить, вроде та же природа. Ну, это, извините меня, как позаниматься любовью, да, и тихонечко зажать письюлек в углу, да. То есть это несравнимо. Поэтому для меня вопрос решенный. В городе я надо отдать, опять же, и мне, и мне, и городу, чтобы мы друг друга терпим. Я теперь научился спокойно относиться. Вот сегодня особенно мне прям пришло классное такое озарение, озарение, пока я бегал в лесу. Это просто космическое. Но пока оно еще не сформировалось, я не буду его озвучить, но когда-нибудь оно появится в видео. Я перестал напрягаться в городе, но и радоваться, как бы, тоже. Пусть город и город, как бы, прикольно. Он мне не доставляет ни дискомфорта, хотя раньше наблюдалось то, что хочется, типа, ааа, фу, город, не хочу город. А теперь, ну, город, у него свои особенности. Я почувствовал сегодня его энергетику, все нормально, все хорошо. А вот, но также для меня ближе, конечно, природа. То есть я скажу так, я стал принимать и понимать и тех, и этих, и ваших, и наших, как Иван Победа говорит, и ваш привет всем нашим и не нашим. Поэтому ближе для меня, конечно, за город, но город я забывать тоже не буду. Потому что люди в большинстве своем, конечно же, живут в городе. И так как моя задача все же, все же отчасти помогать людям, кстати, будет в следующем видео маленький задам вопросик. Ну ладно, это дальше будет. Помогать людям, то все же мне нужно будет как-то, знаете, и тут, и там. Поэтому сейчас все, конечно, решается в моей судьбе, как, впрочем, и всегда. Каждый из нас на каждом жизненном пути стоит на развилке, на перепутье, всегда. И на каждом пути у нас есть выбор. Помогать, не помогать, заниматься, не заниматься, сказать, промолчать, похвалить, поругать, понимаете? И каждый этот выбор, он несет за собой какое-то следствие этого выбора. И по сути мы сами делаем свою жизнь, вяжем орнамент этой жизни. И, конечно, сюда можно приплести поговорку, что человек предполагает, а Бог располагает, но тем не менее он, давая нам уроки, учитывается все точно по свободе воли и выбора. Просто мы не всегда не можем видеть причину следствия. То есть мы, допустим, когда-то сделали какое-то действие, которое понесет выбор, вернее, реакцию за собой только через, спустя там месяц или года. А нам кажется, что по умолчанию, мы же вчера думали о хорошем, а почему с нами случилось то, о чем мы думали там 10 тысяч лет назад? Но реальность, она, как писал тот же Зеланд, инертна, да? То есть пока сформируется даже ваша самая мимолетная мыслишка, пройдет достаточно больше времени. Чем вы концентрируетесь, тем быстрее все, конечно, идет. Ну, если вы просто там подумали, вот бы мне вот такие ролики, то не удивляйтесь, что когда, допустим, вы захотите через 10 лет велосипед, а вам подарят ролики, и вы скажете, фу, но извините, реальность исполнила. Вы просто же не сказали, к какому сроку вам они нужны. Или не умеете загадывать специально. Ну, как, допустим, не просто даже загадывать, а это не таинственная магия между подумал и сделал, то есть намерение вот это, которое я разгадал в свое время. Кстати, я планирую в своем, как я его поместье, не поместье называю, со временем, когда подстроюсь там, проводить бесплатные типа семинары по тому, что я веду. Почему? При условии, что ко мне, конечно, будут приезжать люди. Почему? Потому что нужно просветлять людей, если они того желают. То есть грех это не делиться информацией, от чего я сейчас и делаю, для тех, кому это нужно. Вот, поэтому буду обо всем рассказывать. То есть если я вам что-то сейчас утаиваю, вы не думайте, что я там зажал вот это за деньги, буду рассказывать. Нет. Если, конечно, вы мне захочете, чтобы я вас за ручку вел, да, я тогда вам скажу. Ну, с вас там 20 тысяч, не вопрос. А если просто в виде лекции там это все, это пожалуйста. Но без отрыва от производства. Потому что если, допустим, мне говорят, что ты по городам не ездишь? Ну, как я буду ездить по городам, ребятушки? Если у меня дома стройка, если у меня там собаки, жена, дети. И вы представляете, я, конечно, могу бесплатно ездить и рассказывать. Но тогда мои родные пойдут по миру, вы понимаете? А дома, когда я построю дом, может быть, построю такую типа мастерскую, кибитку, где буду собирать людей, да, на доске им рисовать. Вот. Ну, опять же, с утра я сделал дверь, грубо говоря, да, выстрогал ее. Потом приехали люди к 12, прочитал им час-два лекцию. Они уехали, и я продолжил делать там стулья и еще какую-нибудь мебель, допустим. Или там по хозяйству делать какие-то огородные дела, понимаете? То есть, это одно. А целенаправленно ложить свою жизнь на поездку? Нет. Только если за очень большие деньги, которые, опять же, пойдут на строительство, только лишь на строительство и никуда больше никаких развлекух, никакого бухла, потому что я не пью. Вот. Только строительство, стройка, стройка. Ну, а кто не сможет, тот будет работать, как Папа Карло, своим физическим трудом. Что касается питания, я не сказал бы, что я буду там сыроедом, неедом, санцеедом. Не зарекаюсь, ребятушки. Буду экспериментировать, сколько живу, это я уверен. Потому что я по себе вижу, что питание – это великая вещь. То есть, есть оно, как оно есть. Я знаю, что такое уходить в голод, я знаю, что такое питаться сырыми продуктами, я знаю, что такое очистительный кризис, я знаю, что такое быть очень толстым, я знаю, что такое быть очень худым. Потому что у меня диапазон моего веса был от 72 килограмм до 125. И поэтому я знаю, как себя чувствует я 72 килограмма, который может пробежать 20-30 километров, даже практически не вспотев с легкой испаренной. Или тот колобок, который весит 125 килограмм. Поэтому питание, конечно, безусловно, я буду решать с ним вопросы. В какую область, я вам не могу даже дать конкретные советы, потому что я сам экспериментатор. И, пожалуйста, кто смотрит это видео, не сильно доставайте меня вопросами. Я не супер сыроед с 20-летним стажем, понимаете? Есть люди покруче меня, не надо мне эти задавать вопросы. Я сам на цеплой экспериментирую. Вот так вот. Что касается всяких вот трансфернских штучек, зеландских, я их использую, но переделал по свой лад, что-то усовершенствовал, что-то добавил еще свое, что-то вспомнил, придумал и так далее. Безусловно, управление энергетикой – это очень важно. Она существует бесспорно. Для меня это не вызывает никаких сомнений. Но до какой степени я буду руководствоваться, вы знаете, если слишком много вспомнить, можно свалить с этой планеты очень лихо. В моих планах этого нету, сваливать с этой планеты. Поэтому, соответственно, и с энергетикой я буду работать ровно на 60-70 лет, ровно столько, чтобы мне было для полноценной жизни человеческой. А уж потом есть в планах такое, что уйти вообще, может быть, вошельники даже, не знаю, не зарекаюсь, но есть такие мыслишки, что после 60 лет где-нибудь свалить куда-нибудь на Алтай, сначала, допустим, или там в горе Киргизии, сначала, допустим, там по 3-4 месяца жить, там пробовать себя, может, там устроиться как-то, а потом, может быть, и там остаться, как говорится, созерцательный период своей жизни, провести в голоде, так скажем, в холоде, в мыслительных процессах, может быть, отчасти в самосозерцании, в оценке мира или проброженной вот этой отрезка времени, потому что на самом деле это очень помогает. Я и сейчас этим занимаюсь, я очень часто люблю уходить в леса или еще куда-то и самосозерцать там себя и вообще вот окружающий мир, то есть так мониторить. Задаю очень часто вопрос, получаю ответы, надо отдать очень классные, надо отдать должное классные ответы, вот, как-то так, то есть я не хочу вам сказать, что я там стану каким-то просветленным или поведу за собой какой-то народ, ни в коем случае не хочется этого делать, просто буду жить, как подсказывает мое сердце и по пути следствия делиться всем от дрессировки собак до там копания в своих мозгах или как сделать стул, если я действительно научусь и стану хорошим и столяром и плотником и может быть даже фрезеровщиком каким-нибудь, чем вселенная не шутит. Вроде все ответил, такого сильно, может быть, что-то упустил, но неважно, потому что можете додумать сами, видео и так длинное получилось. Я думаю, что в большей степени я, наверное, ответил на ваши вопросы по поводу моего мировоззрения и дальнейшего продвижения. А пока вот будем строить дом с Аней и выражать детишек. Вот такие вот у нас нехитрые планы. С вами был Константин Гражданкин, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok